Учиться у природы. В Астраханском биосферном заповеднике завершила работу полевая экологическая школа «Заповедная смена». За 7 дней, в которой работала школа, ее учащиеся, а это 20 детей сотрудников российских заповедников и национальных парков, познакомились с флорой и фауной Волжской дельты. Вот так весело проходили перемены полевой экологической школы «Заповедная смена». Ребята играли прямо на смотровой площадке. Она стала промежуточным пунктом в учебно-экскурсионном маршрусе по Дамчикскому участку Астраханского биосферного заповедника. Ребята очень подружились. То есть у нас изначально была такая, ну не знаю, как акция, может быть, «Дерево желаний», «Ождание» называется. В общем, все дети записывали свои ожидания на бумажках и приклеили к этому дереву, как к листикам. И у всех детей было желание завести, конечно, друзей обязательно. И вот, собственно, это и происходит сейчас. Но дело время, а потехе час. Приобрести знания о флоре и фауне Астраханской дельты приехали дети сотрудников особо охраняемых природных территорий России. Заповедников Ростовский, Окский, Белогорье и национального парка Таганай Челябинской области. Есть здесь и дети сотрудников Астраханского биосферного заповедника. Не случайно полевая экологическая школа называется «Заповедная смена». То есть таким образом мы готовим смену для наших сотрудников, которые живут и работают на заповедниках и национальных парках. Участникам полевой школы от 12 до 15 лет. Целую неделю ребята слушали лекции, совершали экскурсии, участвовали в практических занятиях. Преподавателями стали их родители, сотрудники Астраханского заповедника и других российских особо охраняемых природных территорий. Дети сами проводили мастер-классы и рассказывали о заповедниках своих регионов. Я проводила мастер-класс по лепке из глины. Мы лепили выхухоль. Выхухоль – это то, ради чего создавался наш заповедник. Потому что этого зверька было очень мало. И решили, что его надо охранять. Создали на него заповедник. Каждый день работы полевой школы – очередное новое знакомство с представителями животного и растительного мира. День третий посвятили орнитологии. Ребята изучали методы наблюдений за птицами. На лодках сквозь заросли Каспийского лотоса они прошли до раскатов. Места, где заканчиваются узкие волжские протоки, начинается большая вода. Увидели стоянки лебедей, понаблюдали за орланами-белохвостами. Красотой Астраханской дельты были очарованы все. Дети тоже в восторге. Они узнали очень много нового. Увидели такую красоту. Потому что у нас одна красота, здесь другая красота, на севере другая красота. Надо детям более познавательным быть. Поэтому забрала детей. И вот это удивительно. В Астраханской области полевые и экологические школы проводятся с 2007 года. В них ежегодно участвуют студенты вузов, учащиеся сельских школ. Проводятся такие школы и в других регионах России. А вот собрать вместе детей и их родителей на одной из заповедных территорий страны решили впервые. И не ошиблись. Это большое спасибо всем, кто нас пригласил. Мы почувствовали тепло. И, конечно, лотосы. Лотосы – это сказка. Это визитная карточка вашего заповедника. Ну и отношения сотрудников. Такое доброжелательное. Вот как мы окунулись, как в семью здесь, конечно. Татьяна Зеленина, Марина Лазарева, Айгули Спаева. Телеканал Северный.